Как работать с неуправляемым трафиком? Зачем он нужен? Ну, нужно ли вообще заниматься неуправляемым трафиком? Если я им не занимаюсь, ничего страшного, то есть это как-то... Что такое неуправляемый трафик? Да, то есть тут в моем понимании, что значит неуправляемый трафик? В моем понимании, это тот трафик, в котором нет условия предсказуемого объема этого трафика для получения. Ну, например, мы сегодня поговорили с Камилем, например, по этой связи, а он взял это видео, к примеру, и выложил его у себя ВКонтакте. Кто-то посмотрел и начали мне заявки сыпаться, ой, Юра, ты прикольный, давай с тобой поговорим. Вот это неуправляемый трафик. Могу ли я своими действиями предсказать, сколько людей ко мне придет? Ну, нет, не могу. Надо ли мне им заниматься? Я могу им заниматься, несомненно. Вопрос только в том, что на этапе, когда я только что-то начинаю продавать, мне нужна предсказуемость, мне нужна предсказуемость, мне нужна в коротчайшие сроки, в достаточно короткие сроки определить для себя функциональность модели продаж, которая у меня есть. То есть мне нужно понять, продаю я или нет. Могу ли я в этой ситуации рассчитывать на неуправляемый трафик? Тяжело, да? Ну, как бы это трудозатратно, время затратно, да, и совершенно непонятно, объем трафика какой придет, и непонятно, какой трафик придет, то есть кто придет с контакта в Камиле, например, да? Какой еще бывает неуправляемый трафик? SEO. Это долгая история, тоже можно этим заниматься. Управляемый? SEO, а модели еще нету, да, то есть вы как бы еще даже не продали, еще не поняли вообще рынку нужен этот товар или нет, да, ну как бы, ну хорошо, мы предлагаем чехол для телефона за 500 долларов, например, да, вот для телефона, и мы думаем, что он будет продаваться. Мы настроили SEO трафик, и даже люди пошли к нам, да, мы потратили на это определенное количество времени, соответственно, денег, а это не работает. Для того, чтобы нам понять эффективность модели продаж, да, то есть мы должны понять, что мы при такой-то затрате денег получаем столько-то денег в ответ. Самый легкий способ, как это можно сделать, это управляемый трафик, да, когда вы управляемым трафиком понимаете, что да, я получаю то количество денег, которое я хотел взамен на затраты на мои, вот после этого я могу задать себе вопрос, «Хорошо, а где-то могу я еще трафик взять?» Пожалуйста, занимайтесь потом SEO, выступайте потом со сцены, записывайте видеоблоги, например, и так далее, и так далее, да. Вот, иначе вы можете создать ситуацию, в которой вы работаете очень много, а как бы не получаете ничего. Это очень часто бывает. Вот, я не знаю, там, что еще, давай, 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 смотри, да, про неуправляемый трафик, и вот, может быть, просевать какие-то вещи, да, как-то видишь. Я очень много в своей жизни работал SEO для маленьких компаний, для очень больших компаний, SEO это действительно долгая история, в которой никто гарантии вам дать не сможет, какой бы эксперт там не был. Нет, 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 бывают дают, нет, бывают дают. Бывают дают, но это как бы, дать можно, а вот добиться, чтобы он его выполнил, это обещание, это очень трудно, как правило. Нет, есть такая ситуация, когда они даже выполняют это требование, просто потом почему-то звонит милиция и говорит, что что-то, короче, не так у вас тут. Нет, нет, там просто Яндекс банят и все. Ну и образ, наверное, звонит милиция. То есть, как бы, поймите, просто поисковая оптимизация, это когда мы готовим что-то в кастрюле, в чужой, при закрытой крышке, просто читая в книгу рецептов и по запаху понимаем, получается или нет. Вот это примерно такой образ. Мы не понимаем, когда оно приготовится, насколько оно готово. Мы просто знаем, что вроде как надо помешивать, а дальше как-нибудь оно должно, в общем-то, приготовиться. Вот вкратце, там очень упрощенно, поисковая оптимизация именно такая. Ей можно управлять с определенной долей уверенности, говорить, что будет расти трафик и позиции, но гарантировать конкретное количество переходов, конкретные позиции невозможно. И невозможно гарантировать, что ровно за шесть месяцев мы получим, там, как минимум 10 тысяч переходов в день. Невозможно, абсолютно. Вот. Есть конкуренты, есть изменения алгоритмов поисковых систем. Мы здесь на это никак не можем повлиять. Поэтому с точки зрения, как работать с неуправляемым трафиком, смотрите, есть действительно управляемый трафик, который мы можем включить сегодня и выключить сегодня. Например, контекстная реклама, таргетированная реклама в соцсетях, рассылки и так далее. Есть частично управляемая, да, вот как поисковая оптимизация. Есть совсем неуправляемая, тогда кто-то отзывы о вас постит где-то или ссылки поставил, и вы там только в статистику видели, что к вам переходы пришли, но никак повлиять на это не можете. Вот если говорить про управление неуправляемым трафиком, то это невозможно. Невозможно управлять то, чем невозможно управлять. Прямо вот из формулировки. В вопросе? Да, 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 я хотел сказать, прям в формулировке. Да, поэтому лучше сконцентрироваться на том, что можно управлять. Это первое. Второе. Там была вторая часть вопроса про то, как это отразится на уровне общей конверсии. Безусловно, трафик, помимо того, которым вы управляете, закупаете, такой-то еще приходит к вам на сайт и, безусловно, вносит свою лепту в средний показатель конверсии. Но в данном случае вам нужно ориентироваться на показатель конверсии по тому трафику, который вы привлекаете непосредственно руками. Платный интертрафик, например, из контекстной рекламы или из соцсетей, из рассылок и так далее. Да, и смотреть конверсию именно по нему. Потому что средняя конверсия даже как бы на вашем конкретном сайте, она не всегда отражает то, что действительно есть на самом деле. Мы знаем, что река была в среднем по колено, а корова утонула. Поэтому давайте как бы концентрироваться на том, что мы можем управлять, чем мы можем управлять, и анализировать параметры именно этого трафика. Я по поводу твоей поговорки. Это из области... Это поговорка из области воды по колено, а рыбы доху. Примерно так. Ну да, ребят, с неуправляемым трафиком все сложно, да, и действительно, ну, непонятно, что с ним делать, да, так вот конкретно. Лучше с ним делать. Гораздо лучше, когда он есть, чем его, когда совсем нет. Да, да. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!